МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня, дорогие друзья! Доброго воскресенья! В эфире кулинарная программа «Азбука вкуса» в студии, как всегда в это время, Дмитрий Спилаков и Виктор Митин. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях настоящий гончар, мастер своего дела, кстати, что забавно, по фамилии тоже гончар, Василий Гончар у нас сегодня в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть. Приятно всегда пожать руку настоящему патриоту своей страны. А почему, друзья, патриоту мы расскажем в процессе программы? Еще не один раз будем об этом говорить. Но для начала мы обсудим, что же мы сегодня готовим. Готовить будем все, как обычно, по-скромному, по-походному. Но тут есть один момент. Мы постараемся использовать всю вот эту посуду, которая у нас есть в наличии, но не всю, а вот этот замечательный горшочек, мы в нем сделаем перцы фаршированные. И если какая-то хозяйка скажет, что сделает перцы лучше, бросьте перцем Диму. Ничего подобного. Вы будете по большей части готовить, поэтому, если что, дорогие хозяюшки, вот кого вините. Сделаем фасолицу в горшочке, и фасолицу мы сделаем, но не только фасолицу, пирог вообще. У нас все сегодня будет замечательно в духовке Ханса. Ну, тем более, опять же, Ханса не смешивает запахи, поэтому все можно будет готовить, в принципе, одновременно. Так, с чего начнем? Раздача полномочий. Да, самый важный этап программы. Займитесь перцем. Сначала, да. Но, как всегда, надо подготовить его для фаршировки. Да, потом сделайте зажарку для фарша, лук, морково, помидоры, немножко чеснока. Бульон у нас уже варится, томится. Да, да, бульон сделан заранее. Очень аромат такой хороший. А я займусь подготовкой к пирогу, у нас будет пирог с персиками. Ну что ж, Виктор, занимайтесь, а мы пока начнем чистить персики, правильно? Персики или перцы? Персики, оставьте за мной. Да, перцы будете чистить вы. Так, отдайте этот нож, Виктор. Мне все-таки необходим маленький нож для того, чтобы было удобнее. Так, Василий, первый вопрос к вам. Все сделано своими руками? Ну, и с Божьей волей. И помощью. Что из этого для чего предназначено? Потому что очень много кухонной утвари. Что для чего? Ну, я постарался вернуть наши традиции, потому что это первая посуда на земле. В конце прошлого века и в начале этого, скажем так, она полностью почти была вытолкнута с рынка и была заменена остальной посудой, что мы тут имеем. Полностью имеем весь комплект. Я извиняюсь, я хотел сказать, и женщину Бог создал первую из Глины. Просто неудачная версия была. А, то есть, а уже потом из ребра Адама. Да. Даже Адама, это первый гончар на земле был Бог. Он создал человека. Да. Так я говорю, из Глины. Потом у него остался кусок. И оставил Адаму. И говорит, когда тебе еще что-то будет нужно, то ты себе сам себе смотришь. Инстинкты возымели верх, и в итоге он из Глины сделал женщину. Да. Ну, о чем я хочу говорить. Потому что так судьба распорядилась, родился. Я в семье Гончаров. Тоже Василий Гончар. И Дед. И все у нас идет. И имя, и мастерство не прерывалось. Потом это, опять же, по работе, по учебе я ездил уже много лет в Россию. Потом поездил в Европе 12 лет. Но все это занимался гончарным делом. У нас посуда была какая была. Если вся Европа в музеях такая посуда, у нас еще пользовались до недавнего времени. А мы, как есть европейская страна, скажем так, мы не где-то там далеко, что нам недоступны технологии. То у нас люди не захотели больше пользоваться старой, такого слабенького качества посуды. И вот, и получилось, что у нашей кухни, всех наших хозяек полные стеклом, фарфор. И разные люди. Но по факту, кстати, глиняная же посуда очень хорошая. Она не меняет вкус продукта. Она экологичная, в конце концов. Многие еще начинают бояться вот такой посуды, когда обведят, думают, что она лакирована и еще что-то. Это глазурованная посуда. Потому что она была гигиеничная, как и вся остальная. Но она все-таки остается глиняная. Это экологический продукт. Правильно обожженная на тысячу градусов, она живая. Это глина, которая работает. Она, если надо, держит тепло. Если надо, держит холод. Потому что она живая, имеет открытые поры, и она дышит. Кстати, насчет холода. Виктор, напомните, пожалуйста, как называется процесс под названием, когда вино насыщается кислородом? Аэрация. Аэрация. Вот для аэрацев есть же такое приспособление, называется декантор, правильно? Да, или аэратор, специальная спираль. Но не забывайте о перце. Да, сейчас мы вспомним о перце. Я, знаете, о чем подумал, когда готовился к этой программе? Какая же настоящая молдавская посиделка без прекрасного молдавского вина? Правильно? Друзья, если вы замечали, вот когда приезжаете в какую-то деревню, и хозяин дома спускается к себе в подвал, вытаскивает бутылочку, точнее, не бутылочку, кувшинчик вина, и этот кувшин вина безумно вкусный. Вот считается, что одна из причин, почему это вино очень вкусное, потому что он наливает его в глиняный горшок. В кувшин. В глиняный кувшин, да. Пока находится в кувшине это вино, оно насыщается кислородом, в принципе, что мы сейчас и сделаем. Давайте используем кувшинчик. Значит, есть два вида кувшин, какая разница между ними? Если есть бочка с вином, полным рядом, вытаскиваем вино для быстрого использования в таком виде кувшине, потому что тут быстренько он насыщится кислородом, все отполучается. Но если вдруг мы не выпьем весь кувшин, и вот наполнили кувшин, а в 2-3 дня будем пить его, то лучше в таком виде. Да, но так как сегодня мы должны быстренько насыщить его кислородом, поэтому давайте отправим вот сюда Мерло 2012 года. Так, отправляем. Я думаю, что за это время как раз насытится и аромат, раскроется потихонечку, и кислородом это вино насытится. Так, посмотрим. У нас 4 бокала. Нас трое. Будем ждать четвертого? Или четвертый будет лишний? Я думаю, четвертый будет лишний. Если что, один бокал дадим оператору. Хотя у них задача хорошо снимать программу, поэтому, наверное, делать этого мы не будем. Так, хорошо, занимаемся перцами. Вообще, примерно подсчитывали, какое количество изделий вы уже сделали вот за время своей деятельности в роли гончара? Ну, я не считаю, но очень много. Ну, примерно так, если говорить, 1010 сделали? Не-не-не, это уже близо к миллиону, в одну миллиону, потому что меня и называют это машинкой для издавления горшков. Так, вы миллионер, получается? Да? Вы миллионер? Ну, я и трачу все. Не, ну, я имею в виду по количеству изделий. Чтобы работать надо кушать. Здесь семья, я живу, работаю. Не, я не о деньгах говорю, я о столько, сколько. Да, да, по горшкам, да. Ну, это можно принять по-другому. Сколько людей имеет качественную посуду. Ну, это сейчас в Молдавии, но пока жил в Европе, в Италии была моя фабрика, я делал вещи для красоты, скажем так, орнаментальную керамику. И множество вилл по всему миру украшено моими работами. А с черной керамикой вы работаете, Василий? В детстве работал. Скажите, кстати, что такое черная керамика? Черная керамика, многие путают, думаю, что сделано из черной глины. Нету в природе черной глины. Есть, но не для гончарного дела. Это же красная глина, там печь специальная. Правило, чтобы эта печь была на дровах. Как она получается, эта черная керамика? Когда, ну, возьмем, допустим, кувшин в руку. Когда вот доходит, при обжиге на тысячу градусов, поры в стенках открываются, и получается, что она транспарентная. Транспарентная. Мы видим через горшок, поры открыты, дым и огонь проходят через горшок. Если в этот момент мы кидаем последнюю топку дров, не закрываем быстренько герметически, дым не выходит, проходит через горшочки, и черный. Вот вы сейчас раскрываете все секреты, не переживайте насчет того, что кто-то использует. А это дело моей жизни. Ездить по свету, или ко мне со всего света приезжают, и я рассказываю о секретах этой. Потому что она и самая распространенная профессия, сейчас самая редкая. А невозможно научиться этому без мастера. А мастеров мало, так что я чувствую себя ответственным за продолжение вот этой идеи. Ну и потом это тяжелый труд ведь, на самом деле. Если кто-то думает, что это легко. Ну, когда любишь это, когда это любимое дело становится уже, а трудности не говорится. Василий, а вообще много учеников у вас? Скажем, есть сын. Есть продолжитель рода сын, который будет этим заниматься. Вот я даже представляю, как вы были рады, когда узнали, что у вас будет сын, потому что у него тоже будет фамилия Гончар. Если он будет продолжителем этого дела, то будет просто прекрасно. Чтобы вы поняли, что это за радость была, я жил в Италии на берегу моря. Была фабрика, был дом, был бизнес. Все шло хорошо. И с рождением сына я бросил это все. Вернулся в родное разбитое село. Купил развалины села. И сделал там, кто был у меня или кто еще не был, придет и посмотрит, что уголок края. Что не хуже курортов Италии. Вы сразу скажите, как село-то называется? Село Гаджинеште. Это село отдаленное от Кишинева. В каждом районе, для других это была как яма. Для меня это центр земли. А какой район вообще? Это Каларашский район. Это Кадры. Это очень красивая зона. Имеем монастыри рядом. И с поколом веков там, как появились там эти местности, то сразу там и гончары появились. Но мой род туда приехал с Карпат. Фамилия не так, это украинское происхождение. Я понял. А вот сейчас есть ли у вас какая-то школа гончарного искусства? Или все-таки вот как приезжают ученики, как договариваетесь, так и учите? Ну, это профессия, что очень трудно найти человека, кто это сможет это сделать. Во-первых, я занимаюсь не обучением, а пока ознакомлением людей, чтобы они узнали, что это такое. Потому что оно редкое, и человек не может знать, нравится ему, нет, пока не попробуют. И я открыл двери своего цеха небольшого. И люди приезжают, узнают, как рождается горшок, что это такое. Имеют возможность своими руками попробовать. И многие, даже если не полюбят профессию, но зато они один раз, что видят, как рождается горшок, они любят эту посуду. Василий, а вот если сейчас кто-то из наших телезрителей захочет вдруг попробовать себя в этом деле, что ему делать? Надо просто приехать к Гаджинештой и найти меня. Это очень просто. То есть приезжаете в село, спрашиваете, где живет Василий Гаджин? Не надо спрашивать. Это упирается в меня. Потому что начало села, это большая территория, это все моя. То есть как не хочешь, мимо вас не проезжать. Нет, не проезжать. А если даже не знаю и не интересует, человек останавливается, все равно заходит. Потому что нельзя проходить рядом. Вообще, сколько лет необходимо работать над собой, над гончарным искусством, для того, чтобы хоть что-то начало получаться? Потому что я знаю, даже поднять банально невысокий горшок, заставить глину подняться на гончарном круге достаточно сложно. Это если не знаешь технику обучения. Если дать кусок глины человеку, чтобы он сам глины круг, вот, Саш, я ничего не показываю. Вы берете эту глину, можете и 5, и 10 лет, и никогда в жизни будет не получиться. Или вот что-то получается кривое, что ломает. А если ко мне приходите, я знаю, как учить. Я беру ваши руки, я работаю 3-4 дня вашими руками, даже не дам вам говорить, не спрашивать ничего. Я просто, вы стоите рядом, я работаю в вашем руках, потом я вас оставляю, и вы делаете то же самое. Потому что руки воспринимают быстрее, чем голова. А потом уже, когда вы умеете что-то руками, уже можете подумать о вопросах, которые задавать. Это единственная профессия, которая в отчестве базируется на чувствах. Это слова словами, а так это все чувства в руках. Есть чувства, можешь этим заниматься, а если нет, то бесполезно. Кстати, вы говорили о том, что хотите побить рекорд Гиннесса и поднять самый высокий в мире горшок. Я не хочу, это я говорил, когда мы встречались в прошлый раз, потому что, а, за это время я уже лансировал этот проект. Я уже так кинулся. Погружаетесь полностью. И кинул вызов всему миру. Чтобы, и как это была идея, это я уже делаю большие горшки, которые редко кто в мире может делать. Но чтобы прославить наш народ, нашу страну, и не только прославить, я хочу вокруг этого проекта собрать наш многоциональный народ. Потому что, это горшок, который прославит страну. А страна-то мы все. Вне зависимости от национальности. И от политического убеждения, от статуса в обществе. Это мы все жители этой страны. Вот, Василий, я хочу сказать... И все со всеми это делают. Я сейчас хочу сказать одну вещь. Это просто большой комплимент в ваш адрес, потому что вот такое вот понимание единения страны, я надеюсь, что со временем появится у большей части наших граждан. Потому что, как ни крути, политика политикой. Друзья, но это правда. Мы живем все в одной стране, поэтому необходимо думать о том, как сделать эту страну лучше. Не думать о каких-то соседних странах. Да, развивать отношения необходимо со всеми. Но есть Молдова, в которой мы живем. И вне зависимости от языка общения, от каких-то политических взглядов, все должны оставаться братьями. Вот. Поэтому, друзья, я говорил, что этот человек настоящий патриот своей страны. И хочу еще добавить, потому что многие, когда узнают про это, думают, что это я хочу для себя сделать. или вот сделать вот этот рекорд там для... Это... Мне этого не надо. Потому что, если бы я хотел жить лучше или зарабатывать больше, я бы остался на берегу моря и зарабатывал деньги. Так, дорогие друзья, прямо сейчас нам необходимо сделать поджарку. Для этого мы нарежем лук, морковку и один помидор, который используем непосредственно для жарки. Мы это сделаем во время короткой рекламы. Через 2-3 минутки мы вернемся снова. Займемся непосредственно обжариванием нашей, уж простите за тавтологию, обжарки. Ну и приступим потихонечку, да. к приготовлению непосредственно пирога, непосредственно фаршированных перцев и, Виктор, и традиционной молдавской фасолицы. Дорогие друзья, в эфире вторая часть кулинарной программы Азбука Вкулса. У нас в гостях по-прежнему сегодня Гончар. По фамилии Гончар. Зовут Василий, дорогие друзья. Человек, настоящий патриот, плюс к этому человек, который для того, чтобы прославить нашу страну, хочет поставить рекорд, чтобы он попал в книгу рекордов Гиннеса. Об этом мы сейчас поговорим, дорогие друзья. Пока мы делаем обжарку. Для этого нам необходимо разогреть плиту. Ну и будем обжаривать обжарочку для фаршированных перцев. Делать мы это будем на оливковом масле. И добавим совсем немного сливочного масла для того, чтобы придать этой обжарке дополнительный вкус. Сливочный вкус. Да, сливочный дополнительный вкус. Масло президент дает такой вкус. Хотелось бы еще поговорить о том, что мы будем делать, готовить. Кроме этого, для тех, кто к нам только-только присоединился. Сегодня мы готовим пирог с персиками. И кроме этого, мы сегодня готовим традиционную молдавскую фасолицу. Как видите, дорогие друзья, мы сегодня общение, в принципе, как и готовку, посвящаем нашей любимой стране. Горшок. Василий, возвращаемся к разговору о рекорде Геймеса. Вы говорили о том, что вы хотите построить самый большой в мире горшок. Для этого нужна самая большая и современная печь, которая соединит современные технологии и старые традиции обжига. Вот скажите, какой вообще высоты будет этот горшок? Высота как высота, как печь удастся сделать, но я хочу по объему. Минимум, чтобы было 20 тысяч литров. Это огромнейший горшок. Для геймеса горшка? Это очень... Это 20 тонн. Потому что самый большой сосуд в мире, который... Ну, это не горшок, а просто ароментально вот такие на 5 тысяч литров. Это самое большое, что когда-то создал человек. Но не по всем этим технологиям, но горшок это горшок, а скульптура это скульптура. То есть, по факту, 20 кубов объема. Ну вот. Из-за этого очень трудно будет там жить, поэтому нужна специальная печь. И чтобы сделать такую печь, другая идея моя пошла. Как идеи идут одно за другой. Дай-ка я соберу деньги на эту печь у всех жителей этой страны. И не только. Все, кто хочет. Но в основном я надеюсь на помощь. И не только помощь, я хочу вместе со всеми создать. Чтобы это был не мой горшок, а горшок и печь. То есть, горшок будет мной для нашей страны, а печь, чтобы была сесть на этой стране. И каждый может участвовать, потому что это будет делаться на донации. И вот мы сейчас на этой передаче пионеры. Потому что многие в первый раз слышат про это. И вот первая передача, в которой я участвую. открыто так рассказываю. рассказываю про вот это. Так что, дорогие друзья, хотелось бы, чтобы вы тоже подключились к этому проекту, но действительно речь идет о имидже страны. Необходимо создать самую большую в мире печь, современную печь. Плюс к этому все-таки самый большой, представьте себе, только 20 кубов глиняных горшок. Сколько вина войдет туда? Нет, по-другому можно сказать. Потому что там немного. Сколько вина будет питься вокруг этого горшка. Василий, вы себе представляете, что вот после того, как вот всем миром, всей Молдовой создадут вот этот вот большой горшок, это же придется его полностью заполнить. А это уже с вашей стороны будет причитаться. Это создастся как памятник национальной культуры, скажем так. Уходите все равно от фразы о том, что вино-то заполняйте, вы все равно вы будете, Василий. Ну это второе, второе, я же сказал, вино будет питься вокруг, потому что все, кто участвует в печи, потом будут не раз приходить туда и ходят моими гостями. Будут приезжать со всеми своими родственниками, с друзьями показывать, на что и они участвовали, принимали. Это 5 лет, 10 лет, 1000 лет, каждый как может. Главное, чтобы хоть полкирпича было каждого жителя нашей страны. И чтобы доказали всему миру, что вот маленькая Молдавия, что она все вместе, что это единый народ, народ этой страны, и могли создать то, что другие большие, огромные государства не смогли на сих пор сделать. Ну что, помидору не забудьте и кусочек сливочного масла. Да, кусочек сливочного масла мы уже сюда добавили, Виктор. Все хорошо. Прямо сейчас, друзья, мы обжариваем лук и морковку. В принципе, делаем такую достаточно стандартную обжарку для фаршировки перцев. Кроме этого, нам эта обжарка понадобится для фасолицы. Правильно? И здесь у меня тесто уже готово. Сейчас я должен буду, в общем-то, практически уже начинить персики. Начинать выкладывать персики. Но для этого, как минимум, вам необходимо, Виктор, помыть руки. Хорошо. Так, вернулся Виктор Митин, помыл руки, прямо сейчас начинает выкладывать вот, что, побольше помидорка, да? Да, побольше душевно. Нарезаем ее как? Меленько-меленько? Меленько, да. И мы сюда сбрасываем фарш. Прямо в рис? Да. Так, хорошо. Возвращаемся в нашей беседе к рекорду Гиннесса. Еще раз, друзья, как мы уже говорили, призываем всех присоединиться к этому проекту, потому что проект планируется действительно масштабный. И в этом случае меня очень радует, что все это делается, скажем так, общими усилиями, без каких-то спонсоров и так далее, и так далее. Все это общество. Ну, каждый человек это спонсор, это тоже. Маленький спонсор. Да, да. Чем больше, тем лучше. Так, это есть три возможности. Можно перечислять на счет, который для этого проекта, можно приехать сюда. Есть красивая большая книга, которая войдет в историю вместе с этим проектом. Родилась при лансировании и будет идти. Это будет длиться два года. Потому что, скажем, полгода будем собирать средства, а потом начинается строительство печи. Очень сложно. В печи огромные для этого делаются кладка с глиной. Это очень сложно будет делать. Быстро не можешь идти, и там куча разных ходов в стенках, чтобы это все можно было обжать. Так, Василий, вообще скажите, о какой сумме идет речь? Сколько вообще необходимо набрать для того, чтобы побить рекорд Гиннеса? трудно точно-точно все посчитать, потому что цены меняются. Это надо очень качественные кирпичи брать, которые стоят почти 2 евро один кирпич. Вот такие кирпичи легкобесы, такой огромный, они отталкивают тепло, и вот из такого. Ну, так делать. Вот, хотим что-то хорошее, необычное, должны вот это. Потому что шара в этом случае не поможет, а помешает. Надо все с душой делать, со знанием дела и потихонечку. Труд очень большой. Я потрачу 2 года своей жизни для вот этого. И большую часть, скажем, одну треть это будет мои инвестиции, но эта речь уже идет о около 10 миллионов понадобится. С регистрацией на Гиннес. Не больше, не перекинем это. Я постараюсь потратить чем можно меньше. Потому что я знаю, что регистрировать, зарегистрировать рекорд это тоже стоит. Тоже это и время стоит. Но это мы должны сделать. Потому что чтобы узнали точно весь мир сразу за один раз, это мы должны сделать. Так, Василий, тут уже, собственно, вы к себе приглашаете гостей, приглашаете, наверное, время и нам провести, скажем так, такую линию гостеприимства. Давайте мы сделаем вот так вот. Раз уже начали говорить о таком благом деле, я думаю, что поглоточку вина явно не помешает. Так, почему наливаю две, потому что я на работе. А мы что? Виктор, прошу, вам покачить. А мы гости. Да, а я для себя вот открою, наверное, бутылочку Кока-Кола, ее, собственно, пар готочков и сделаем. В таком случае соус махару жосамару. Далее, Виктор, расскажите, что нам необходимо сделать для того, чтобы продолжить процесс готовки? Процесс готовки, собственно говоря, я думаю, зажарка уже готова. Выкладываем основную массу зажарки сюда и перемешиваем. А хватит ли нам этой емкости? Хватит. Хватит. Ну, часть зажарки остается у нас. Да. И мы в эту зажарку как раз-таки бросим, обжарим пастрому немножко. Ага, ага. Для фасолицы нашей. Тогда следите, пожалуйста, за тем, чтобы в правильном количестве эта зажарка отправилась к рису и фаршу. Еще? Чуть-чуть. Достаточно все. Вот так. А сейчас сюда забрасываем. Так, тогда я обратно включаю плиту. Так, и туда добавляем, друзья, немного пастромы, потому как именно она нам понадобится в процессе готовки фасолицы. Всю необходимость сюда отправить. Он нужно было чуть-чуть помельче, Дим, то есть крупные куски очень нарезать. Ага. Так, ладно, тогда аккуратненько достану это все. Мы же не ставим сейчас рекорды в Гиннесе, так сказать, крупноте нарезки фасолицы. Да, да. Надо слушать мастера. Тут без четкого руководства никак. Так, пастромы тогда верну и быстренько-быстренько это все нарежу. Хочется, наверное, спросить. Вы же давно в Василии продаете свою продукцию. Где ее можно найти? В собственном магазине у меня около цеха, в ГМГ, в ГМГ, есть музей, есть магазин. И каждый человек это хорошо, особенно, когда покупается керамическая посуда, должны знать, у кого покупают, и как она сделана, и какая. Потому что послушай много по миру, но нельзя хорошая. И я стараюсь придерживаться этого правила, что горшки должны продаваться с моих рук, с рук мастера. И любой, любой мастер, народный мастер, должен взять меня в пример, и не отдавать в разные магазины, или он на выставке, или у тебя в своей мастерской дома, чтобы продавали на такой подход. Потому что я хочу вернуть имя народного мастера. Потому что народный мастер это большой человек. Я вот это докажу рекордом, что один простой парень с деревни, мастер, простой, как и все остальные. Некоторые считают себя больше, но они все такие же простые, как и я. Может делать такую большую вещь. А народный мастер самое тяжелое достичь этого. Потому что это не учишься в школах. Это школа жизни. Это ты около мастера годами проводишь время, должен украсть профессию, потому что он не научится, он тебя не научит, у него не будет времени. Потому что старый мастер, будет работать, производить что-то. А в это время ты, помогая, воруешь у него все секреты. И это запоминается лучше, когда ты потихоньку, за раз не понял, второй раз, третий, попробовал, потом еще раз подошел, посмотрел, как он делает. И вот это запоминается на всю жизнь. И через пять, десять, двадцать лет, что ты занимаешься этим делом, можешь сам в свою очередь стать учительем. Василий, у кого секреты воровали? У отца? Да, с детства. Даже в восемьдесят шестом году была книга написана «Отца к сыну». А потом отец меня отправил учиться, сделал меня инженером электроники. И все смеялись над писателем, кто писал. А он говорит, да не может быть такого. Так не бывает еще в жизни, чтобы вот такой мальчик, который так вот с любовью смотрел на это дело, чтобы пошел электроникой занимался. И в итоге проходит восемь лет, встречаемся на выставке, я уже сижу, я мастер. Подходит, он говорит, ну что, я это предписал. И так и случилось. Потому что связь, что есть с этим делом, судьба меня крупила, вертела. Родители хотели, но все равно я вернулся к этому делу. Это дело моей жизни. А я уже не делаю такой ошибки с сыном. Он как родился, я ему сразу сказал, что он родился, у него такое имя, он обязан это делать. Он, я его не заставляю работать, он рядом со мной постоянно, потому что человек не знает, сколько он будет жить. А он должен каждый день узнавать меня, узнать это дело, сколько я смогу, столько я буду рядом и помогать ему, чтобы он стал лучше меня. Так, Василий, уходим немножко от темы. Опять. Да, Виктор. Мы нашим перцем продадим слегка итальянский акцент. Добавим пару ложечек перца. Соуса песто. Да, соуса песто. Что это за соус такой, кстати? Оливковое масло, базилик, пармезан и кедровые орешки. Ну, учитывая то, что Василий долгое время прожил в Италии, в общем-то, я думаю, брезки. Я знаком, я не ем его, но знаю его. Остальные семьи сметана опять-таки президент 15-процентная жирность, сахар, яйца, и то, что я сказал, сметана, легкое песочное тесто. Сейчас я отправляю пирог в нашу замечательную духовку канца. Вот как-то вот сюда. Нормально, нормально. Она прогреет до 180 градусов. Ну, из-за того, что Виктор сейчас немного подержал открытые дверцы там 153, но буквально за полторы минуты я думаю, что сейчас духовка наберет свою температуру. Виктор, я вообще предложил бы сейчас не перцами заняться на самом-то деле, а фасолицей. Ну, давайте вот берем по-простому как-то, сложностей не придумываем. Да. Перемешиваем. У нас есть замечательный горшочек керамический. Некоторые делают в горшочках кашу, а мы сделаем фасолицу. Так, Виктор, расскажите, пожалуйста, о том, как мы ее будем делать. Ну, на самом деле, фасолица, собственно говоря, у нас готова, у нас зажарка пастрома, и мы фасоль перекладываем в этот горшочек. Вот прямо сейчас уже. Можно в два горшочка. Давайте в два. Я запрашиваю эти горшочки. универсальный горшочек. Можно и то, и готовить, и для другого. И для сахара. Да, в многом году для готовности. Василий, я могу сказать, Винни-Пух, если бы увидел ваши горшочки, он очень бы обрадовался, почему в них все входит и все выходит. А зато обратите внимание, как бы горшочек на самом деле не такой большой. Морда, если и влезет, то не факт, что вылезет. Да. Поэтому в Винни-Пухе будьте аккуратнее с этими горшочками. Кстати, не так давно был же случай, когда... Это два вида. Вот это имеет с бортиком, а это без бортика для Винни-Пуха. Да, да, да. Чтобы голова не застряла. Не так давно, кстати, был случай, писали в новостях о том, что человек залез в ларек для того, чтобы его обокрасить и начал есть несколько пирожков и застрял. То есть, вот действительно история прям как в Винни-Пухе. Классика. Так, значит, отправляем сюда фасалицу. Я думаю, что вот так нормально. Так, чуть-чуть места мы действительно буквально оставляем. Так, ну и во второй горшочек. О, кстати, вот этот горшочек прям удобнее. Вот из-за того, что бортиков нет, прям добавляется отлично. И что мы будем делать с этой фасалицей? Отправим ее запекаться немного? Да, да. Сколько она будет запекаться, Виктор? Примерно так? Ну, 15. Ага, то есть скромненько так, недолго. Да. Так, но она получит... Дим, на самом деле она получит в процессе запекания очень специфический вкус. Тут есть момент, учитывая все-таки то, что у нас духовка Ханса, она передает почти естественное тепло натурального огня, настоящего. Но и опять же, есть такой нюанс, что мы сегодня готовим в глине. Да. То есть это еще больший плюс для приготовления... Это не простая глина. Это глина для посуды для приготовления пищи. Эту посуду можно в микроволновку, в такие печи, в духовочку на газе, на мангале даже можно. Нельзя только на открытый огонь. Только на открытый огонь нельзя. Так, хорошо. Отправляем все это потихонечку в духовку. И оставляем эти горшочки примерно на 180 градусах запекаться вместе с нашим пирогом. Сейчас Виктор перемешивает фарш для начинки, для начинения им наших перцев. Ну а вы пока смотрите короткую рекламу, через несколько минут вернемся, продолжим процесс приготовления, ну и нашу душевную, на мой взгляд, весьма душевную беседу. Дорогие друзья, в эфире третья часть программы «Озвуковкус». У нас в гостях по-прежнему Василий Гончар. Гончар из села Ходжинешт. Сегодня мы говорим о патриотизме, говорим о рекорде Гиннеса, говорим о фестивале, который не так давно у вас прошел. Но об этом буквально через секунду, дорогие друзья, после того, как я обозначил, что мы сегодня готовим в процессе программы. Так как мы уже говорим о нашей любимой стране, мы не могли не приготовить фаршированные перцы, сделать их в правильной версии, скажем так, но с итальянским акцентом. Кто почитает версию неправильно, опять-таки, самым большим перцем можете бросить в Дину. Лучше Виктора. Кроме этого, друзья, сегодня мы готовим фасолицу, и кроме этого мы сегодня готовим персиковый пирог. Опять же, персики у нас пока еще в наличии, поэтому почему бы не приготовить прекрасный пирог, но опять же в некоторых молдавских традициях. Так, да, Виктор, ну что, вот забрасываем эту головку сейчас на кашу, и начинаем начинять перцы. Так, фаршируем перцы, прошу вас. Берите ложечку. Я буду держать, вы на пальцах. Нет, 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 давайте, свои рукой тоже, конечно, конечно. Ну, это как у вас, там нужно же самому что-то сделать. Да, да. Кстати, на тему самому что-то делать, к вам же ежегодно школьники приезжают. Вот чтобы сами что-то делали. Сколько примерно было в прошлом году? Ну, уже пару лет это повторяется, около 20 тысяч детей. Каждый год 20 тысяч детей? Каждый год, весной и осенью. Приезжают детишки, они меня любят, они любят это дело, хотят этим заниматься, поэтому я пока что их знакомлю, и я уже с уверенностью могу сказать, что это будет успех, если дети в школах будут этим заниматься. на уроках труда. На уроках труда они должны узнавать все профессии. Тем более, начиная с гаджарного, потом все мастерства. Ну, опять же, заставить ребенка, если хочешь что-то сделать своими руками, он же будет свой труд ценить, в конце концов. Да, не будем заставлять, мы их познакомим, дадим им возможность попробовать себя. И они узнают про это, изучат шиль, а потом будут заниматься те, которые полюбят. В кружках, там же, в своих же школах. Это или в Бричанов, как было в Кишневе, не имеет значения. У себя дома будут этим заниматься. Я буду только помогать. Василий, а я знаю, что кроме наших молдавских школьников к вам ежегодные туристы со всего мира приезжают. Да, которые попадают в Молдавию, могут смело прийти ко мне. Хоть это и деревня, но я держу лицо, как говорится. Могут прийти и в деревню, и найдут себе и что-то интересное, природу нашу, мастерства наши традициональные. То, что это не только, оно как маленький центр у меня там получается. Ну, опять же, я знаю, что японцы приезжают, то есть даже, казалось бы, не из Бричанов. Даже недавно, даже пару дней назад. Кто приезжал? В Японию приезжали. Вот через пару дней будут пятилетние дети. Я их жду в пятницу. Это самые талантливые люди на земле. Это 5-6 лет. Они вот приходят и вы не представляете, какие у них руки и с какой любовью они это делают. Потому что вот именно с этого возраста надо и знакомить. А учить уже профессионально можно с 7-8 класса. Потому что он уже и силу имеет, тут и сила нужна, не только нежность в руках. Так, я извиняюсь, перебью немножко. Так, Виктор, а у нас, мне кажется, более одного перца больше коктейни поместится. это рассчитано на четверых. Сколько ты собрался съесть перцев? Ну, я думаю, что 2 я осилил. Если очень постараться под бокал 8-8 перцев поместилось. Хорошо. Норма, надо диету соблюдать. Да. Так, ну все, Виктор, заливаем нашим замечательным бульоном. Да, заливайте, пожалуйста, Виктор. Так, а для чего в этом случае необходим бульон? Для того, чтобы пропитались и были сочными перцы, правильно? Да. Чтобы ни в коем случае мы их не пересушили. Так, ну и бульоном мы их заливаем так, практически под самую верхушку. Есть еще один момент в приготовлении перцев. Ну, оптимально, оптимально, опять-таки, но это моя версия, я не могу утверждать, что она для всех. Я люблю, когда бульон выпаривается и практически ничего не остается и они чуть-чуть даже запекаются, как бы, они чуть-чуть, буквально, может быть, подгорают. Они тогда становятся насыщенными, толстыми, вкусными, ароматными, то есть. А в этом случае стоит ли тогда использовать крышку? Нет, все равно вылетит, потому что крышка не для того, чтобы держала, она греет, тычет, потому что... оно выпаривается, то есть, оно как раз-таки все правильно будет. Как на дно, так и сверху, они одинаково в горшке. Так, Виктор, тогда, да, открывайте духовку, отправляйте туда наши фаршированные перцы. А не пора ли нам доставать, кстати, оттуда сразу же и фасолицу? Ну, давайте посмотрим, что у нас, на самом деле, из фасолицы и с нашим замечательным пирогом. Ага, пирог делается, пирог делается, то есть... Пока еще готовится? Да. Дорог готовится. Возьмите, пожалуйста, вторую прихватку. Да. Можно добавить хозяйкам, что вот как сейчас, вот в горячую духовку мы всунули горшок, но он залитый тепленьким бульоном. нельзя вот в горячую духовку на 250 градусов сказать так, взять с холодильника горшок, чтобы это ошибка. Нельзя. Все равно надо ждать то время, чтобы еда... Холодный горшок в холодную духовку, в горячую духовку в тепленький бульон. Аромат, все-все-все. Остается только нашу фасолицу рубленной зеленью. А давайте, собственно, рубленной зеленью мы и займемся. Я... Да, может, я тоже. И получаем экологически чистый продукт. А тем более, знаете, есть же эта фраза о том, что продукт алтоктон молдавского производства. Это самое главное. Так, давайте, немного рубленной зелени украсим. Василий, я знаю, что не так давно у вас прошел фестиваль, который вы организовали для всех ремесленников нашей страны. Вот давайте вот сюда. Это ярмарка. Это гончарная международная ярмарка. Это участвуют гончары со всех соседних стран. А народные мастера всех деятельностей с севера до юга все, все народные мастера. Что вот имеет такого особенного, что это чистый фестиваль. Я вот собрал вокруг себя и приезжают, но в этом году 132 участника было, но мастеров у нас есть больше. Есть активных, ну, кто не мог, летний период, но в следующем году думаю, что будет больше и больше. мы туда не допускаем никого, если ты не мастер. Так что покупатели могут смело приехать, потому что найдут только мастеров и из их рук купят, что это, по-настоящему ручная работа. Сколько гостей было непосредственно, не участников, а именно гостей было в рамках этого мероприятия? Я не буду назвать их гостями, это покупатели, потому что люди ко мне приезжают покупать себе что-то. Если он уже за 3-4 года накупился горшков, он может купить себе ию, рубашечку, там это просоп, что-то из шерсти, из кожи, из каски, все, 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 можно там купить. С первых рук на ярмарке цены чуть-чуть спускаются, потому что там не выставка, чтобы ты встал как стенд, и на тебя люди смотрят, а тут ты продаешь, даже устают, у меня очереди были у моих столов. Так в итоге, сколько покупателей было? Ну, примерно так. 7-8 тысяч. 7-8 тысяч, это за один день. И очередей, чтобы выпить бутылку воды не было, чтобы съесть кусок, потому что все организовано, все организовано, и парковка удобная, рядом с ярмаркой, чтобы человек мог себе купить, поставить, выпить стакан воды, съесть что-то, и уезжают. Другие приезжают. И так пробки не создаются, все проходное, концерты, концерты, как-то-то. Но еще и справимся в следующем году. Постараемся сделать два дня. То, что жаркий период, и можно многие работы, и в воскресенье вот это, чтобы вечером, после работы, могли люди тоже приходить. Тоже приемлемо насладиться молдавским колоритом. Да, да, да. И отдохнуть, потому что природа красивая. Вина. Да. И этот маленький стаканчик, ну, с очень большим чувством за мастеров, за молдавских. А мы с вами коллеги. Я делаю посуду, вы готовите. И он даже знаменитый, он кушает и проманирует нашу продукцию. И вашу, и мою. Тем более, я ее с удовольствием использую. Вы в прошлый раз, когда были у нас в гостях на канале, подарили несколько очень приятных и горшочков, и кувшинов. Вам за это огромное спасибо, потому как с удовольствием используются. Что вы не поставили где-то, а вы пользуетесь. С удовольствием пользуемся. Это посуда для пользования. Сейчас, дорогие друзья, мы, я так думаю, попробуем нашу фасолицу. Не зря Виктор намекнул, положив вилки перед нашим носом, на то, что необходимо в это попробовать. Василий, берите вилочку, вам на праве гостя собственно право первой вилки. Давайте я тоже попробую. Даже есть ощущение того, что приготовлено оно с дымком. Да. Натуральный чистый продукт, экологический. Ну, а потом опять-таки то, что делается с душой, не механически, не штамповка, то, что реально хандмейт. И что интересно, что вот в этих горшочках можно сегодня фасоль, завтра что-то сладкое, картошку с мясом, голубцы, они не сохраняют запаха. Есть вот горшочки без глазури, но там, если приготовил голубцы, то только голубцы. Сразу остыется запах. Да, и надо быть осторожным с мытьем. Люди, которые покупают неглазурованную посуду, должны соблюдать правила, как наши предки. Сушить, обезвреживать, мыть только натуральными сестра. А тут все детерсы мы можем использовать. То есть, в принципе, именно поэтому вы и сказали, что посуда эта вполне современная. Кстати, вот есть такой вот маленький кувшинчик. Это можно заменить бутылочку с маслом. Да, для масла. Да. Он, как вы думаете, сколько в нем вмещается? Я думаю, что 200. 200. А вроде с виду такой маленький. Маленький. Можно даже водочку туда. Вот как раз тот случай, когда маленький, да удаленький. Так, ну что ж, дорогие друзья, у нас в нашей духовке Ханса готовится фаршированный перец. Если можно, да. Кроме того, друзья, там прекрасный пирог с персиками. Ну и, как вы уже видели, мы успели приготовить фасолицу. Получилось безумно вкусно. Я надеюсь, что вы с удовольствием то же самое сможете повторить и на своей кухне. Василий, вам огромное спасибо за то, что пришли к нам сегодня в гости, за то, что многое рассказали. С удовольствием. Я надеюсь, что вот ваши попытки поднять уровень патриотизма в нашей стране, каким-то образом объединить общество, будут встречаться только на ура и с каждым днем только развиваться. Ну а вам, дорогие друзья, я хочу сообщить, что компания Coca-Cola проводит розыгрыш билетов на концерт группы «Сдобщи сдук», который состоится 19 сентября в 14.00 в парке Дендрариум. Для того, чтобы получить билеты, необходимо на наш e-mail азбука собачка-ртр.мд отправить правильный ответ на вопрос, как называется последний альбом группы «Сдобщи сдук». Первые три участника, которые отправят нам правильный ответ и получат билет на концерт, который, собственно, и пройдет 19 сентября. Ну а с вами, дорогие друзья, на этом мы прощаемся, говорим вам всего доброго, приятных кулинарных свершений. Пока-пока. Спонсоры показа торговой марки «Президент», «Ханса», «Кока-Кола». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин